Какие вам ещё доказательства надо? Извиняюсь за мать на видео. Что вам надо ещё-то? Блин, я вот... Слов нету, короче, выразить это всё. Жители села Кома буквально ходят по воде. Связано это не с религией, а с беспомощностью властей против стихии. У людей не осталось ни слов, ни сил. Выглядит красиво, но чертовски опасно. Земля буквально уходит из-под ног, лёд трещит. Поверх реки Кома теперь течёт ещё одна. Но вода бежит полным ходом. Она тает, да, или что с ней происходит? Да где-то прорвало, видать, где я на это. Поверх этого льда бежит. А что уже сделано вот за данный период? Ну, только смотрят, катаются. Всё. У сельского моста регулярно собираются делегации из машин. Решают, что делать. Делегация, которая стояла возле моста, она поехала вверх по реке. Когда надо ехать вниз и внизу смотреть, что там ей мешает, блин, вытечь нафиг. Вода собирается здесь вся, здесь она собирается. Но все едут почему-то наверх. Надо перекрыть. Эксперты не согласны. При оценке сложившейся обстановки и обследовании русла реки, межведомственная группа приняла обратное решение. На место выехала межведомственная группа, в составе которой входят представители Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, Республиканское агентство ГОЧС и Министерство природных ресурсов Республики. На данный момент проведу заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального образования, на котором принято решение о проведении дополнительных работ по отведению воды в верхней части русла реки путём наращивания ранее возведённой дамбы. В границах населённого пункта введён режим повышенной готовности, а также в случае ухудшения ситуации подготовлен пункт временного размещения, созданный на базе местной школы. Тем не менее, вода уже не замерзает, а жители с ужасом вспоминают об оттепеле и учатся задерживать дыхание под водой. Мария Кравцова, Новости дня.